Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня. Комментарии» в студии Ирина Чекунова, а в гостях у меня Вячеслав Михайлович Воробьёв, доктор культурологии, профессор Российского Государственного Университета имени Косыгина. Вячеслав Михайлович, здравствуйте! Добрый день! Сейчас идёт обсуждение по регионам России указа, уже мы говорили, сначала был проект указа президента Российской Федерации об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Этот вопрос у нас в регионе обсуждался в стенах Тверской епархии, и вы там очень интересные вещи говорили. Вот именно вы при таком почтенном собрании вновь напомнили, скажем так, о понятии Родина, но не вот этого такого обширного понятия Родина, страна, Россия, а того самого места, города, села, деревни, где человек родился, который мы с давних времен называем как Малой Родиной. И что у нас ведь есть, что рассказать нашей молодёжи, есть чему научить, у нас есть великолепная история этой Малой Родины. И вот вы сейчас готовите учебники, это вообще великое дело. Я ничего сам здесь не придумал, как вы понимаете, и в известной песне, которую мы все очень любим, с чего начинается Родина, там всё это уже сказано. Но мы конкретизируем это применительно к Тверской земле. Земля совершенно особенная, нам невероятно повезло здесь родиться, жить. И особенность её в том, прежде всего, не только историка, а историка-географ, я думаю, с Балтайской возвышенности стекают в три моря четыре огромные водные системы. Волга, Днепр, Западная Двина и система Невы, система озера Ильмин. У нас это мста, прежде всего. И в обратном варианте, к истокам, всегда шли люди вверх по рекам, по берегам этих рек. И здесь встречались, здесь обменивались информацией, здесь они влюблялись, женились. Кто-то проходил дальше, кто-то оставался, кто-то приходил сюда и возвращался обратно на Родину. Так иначе шло невероятное общение с каменного века. Я археолог, могу подтвердить это. И вот таким вот образом, за не то что сотни, а тысячи лет, здесь формировался такой культурный котёл, в котором вываливались, создавались, формировались и нравственные ценности, и приобщение к другим культурам, нахождение, взаимопонимание между людьми разных народов, а затем и религий. Это был вот такой уникальный совершенно культурный котёл, который и создал пространство, как я в шутку говорю, у нас есть два пригорода, Москва и Санкт-Петербург. А что? В самом деле, на Тверском вокзале мы можем услышать объявление «Пригородный поезд, Тверь, Москва отправляется». Да, вообще-то да. Ну, а если ещё серьёзнее, то не только в целом Тверская земля, но и многие её отдельные такие речные бассейны, озёрные районы, как Селигерский край, например, или Торопецкие места, они сформировали какие-то особые черты характера. Вот меня спрашивают, я сам из Весегонска, чем отличаются Весегонцы, скажем, от Торопчан? Я говорю, ну, Торопец на протяжении сотен лет был пограничным городом. Там сформировался менталитет пограничника. Вот. В 17 веке я процитирую донесение Дьяка, Дьяка, это генерал-майор по-нашему, царю Алексею Михайловичу, отцу Петра Первого. А в Торопце, государь, лучшие по Руси, лазутчики, купцы и контрабандисты. Ничего себе. Причём надо понимать, что речь идёт об одних и тех же людях. Они и купцы, и когда они в Литве, они контрабандисты и разведчики. Сколько всего в одном человеке, несмотря, где он находится. И, конечно, этот менталитет у торопчан и у ржаветян, вот он такой особенный. И сколько бы поколений ни проходило, многое остаётся. Не знаю, генетика ли это, наверное, воспитание по большей части. Иногда бабушек и дедушек даже больше, чем отца и мамы, которые работают, а те воспитывают. Так и со мной было во многом. Но это есть. И поэтому сегодня мы толковали о том, какая молодёжь, хорошая у нас молодёжь, замечательная. Просто ей помогать надо. Вот ваша работа по созданию этих учебников, она будет учитывать? Вот именно вот это с интересом прочитать, чем отличается житель Ржева от жителей ВСИГ. Вот теперь точно будет она это учитывать, потому что у меня вышли два учебника областных из Ториатурского края, 6-й и 7-й и 8-й и 9-й. Они уже в школах, по ним работают. Учителя и дети. Игорь Михайлович поставил мне задачу в следующем году подготовить и издать замечательное издательство «Узкое слово» учебник 10-11 классов, от 1-й мировой до наших дней. А теперь новая задача, она уже сформулирована на уровне уже фактически поручения губернатора. Школьные и учебные пособия районные по каждому району. 36 районов и город Тверь. Безумные интересы, если школят, а школьные парты, дети, наконец-то будут изучать историю своей родной земли. Да, вы правы, потому что даже история Тверского края, ну вы понимаете, школьник из Жарковского района, он хочет увидеть про жарки. Там на этих двухстах страницах что-нибудь, а там три абзаца про жарки. А теперь он получает, получит дополнительно учебник. Еще Сергей Анатольевич Голубев не знает об этом, я вот говорю вам. Вот, я буду просить Сергея Анатольевича, как уроженца Жарковского района, моего бывшего студента, председателя законодательного собрания, чтобы он выступил, может быть, вместе со мной или сам без меня, автором этого школьного учебного пособия. Он недавно выпустил книгу очень интересную, где есть большой, его авторский очерк на несколько десятков страниц по истории Жарковского района. Так, это уже почти готовый учебник, поэтому чуть-чуть подтолкнуть. Сергей Анатольевич замечательный историк, правда, кандидат исторических наук. Но таких не было, вот, примеров раньше, чтобы учебники вот такие попадали в школу? Вы знаете, таких учебников вообще не было в нашей области, более того, и здесь мы можем оказаться первыми, и это неплохо. В России нет районных учебников. Я на прошлой неделе был в издательстве «Русское слово», как раз в редакции «Истории и общества знаний», я говорил с руководителем редакции, Кирилл Александровичем Кочегаровым. Он говорит, ну, он такой с юмором, ну, вы опять, Тверь, Москва, опередила. Вот, в России нет районных учебников. Это учебное пособие, это не отдельный предмет, конечно же. Но будет, чтобы это учебное пособие, оно же должно изучаться? Совершенно верно. То есть, это предусмотрено. Учитель работает с учениками по предмету «История России», так, по некоторым темам. Он привлекает учебник «История Тверского края», вы уже выпущены, так, и дополнительно для этого района он может во внеурочном процессе, в жанре, так сказать, школьного научного кружка, поход, планируемый по территории района, просто домашнее чтение и так далее. Я уж боюсь загадывать, что это будет в реальном уроке постоянно, но это он будет использовать. Мы продумаем методически вместе с Институтом Совершенностного М4, замечательным директором Оксаны Анатольевны Потаповой, как это делать. Учебников самих хватит, и то, чтобы эти учебники попали в библиотеку, и взрослые могли почитать? Это же где еще иной раз? Значит, по поводу взрослых так, у нас по законодательству действующему, если мы школьные учебники отдадим взрослым людям или в магазин, это будет не целевое использование бюджетных средств. Но библиотека-то. Вот, но Игорь Михайлович продумал, что параллельно с этой линейкой и деньги, насколько я понимаю, выделяются, будет выпущен тираж без методических указаний и документов, да, но, значит, с некоторыми дополнительными еще текстовыми материалами для всех. Вот это будет, это уже запланировано, это не какая-то маниловщина, все это уже есть на уровне решения губернатора. На следующий год, вот мы говорили в нашей программе «Тема дня», вы говорили, что ожидается крупная годовщина города Торопецкого Торопца, да, вы почетный гражданин, да, этого города? Ну, значит, да, юбилей 24-й год у нас еще, есть некоторое время, 950 лет первого письменного упоминания Торопца, Торопец еще старше, просто по закону первого письменного упоминания. Я вел шурфовку малого высокого городища, то есть Кремля Торопецкого, много-много лет тому назад. У меня был материал в предматерике конец 10-го века, но там же не написан год на керамике. Вот поэтому отмечается первое упоминание 1074-й, 950 лет. И разрабатывается очень сильная программа, есть федеральное финансирование, меня включили вот в рабочую группу и областную, по-моему, и федеральную тоже. Возглавляет эту группу заместитель председателя правительства России Григоренко. Вот, то есть все очень серьезно. Очень красивые места, вот я там бывала, когда делала фильм про партизан, там же партизанский край, шикарный, очень красивые места, и просто вот мы в программе обсуждали относительно в то же время одного из пунктов вот работы над указом президента, да, вот то, что там сказано, это возвращение исторических имен улицам многим, да, возможно, и городам, и там тоже есть проблема в нашем торопце. Вообще, я считаю, что с этого надо начинать, вернуть название улицы Казанской, храм стоит, действующий, Казанский храм 18 века, а улица носит имя Соловьева, террориста, который стрелял в императора Александра Второго. Ну, вот как так может быть в таком городе великом? Никогда. Вот, то есть я сделаю все возможное, чтобы в ближайшее время эту ошибку исправить. К сожалению, районная власть, так сказать, смотрит на это сквозь пальцы, ей, увы, все равно. Сколько лет вы обращались по этому поводу к районной власти? с 98-го года точно. Мне говорят, электорат не поддержит, там, у нас депутаты вот такие вот от коммунистической партии. А нужна ли здесь поддержка электората? Нет. Вот в таких вопросах по вашему. По законодательству решает муниципальная власть, но которая принимает решение с оглядкой на тех, кто за них будет или не будет голосовать. Мы же взрослые люди, понимаем это. Поэтому они боятся, что за них не проголосует некоторая часть электората. Но у нас есть закон о борьбе с терроризмом. И эта улица, ее название подпадает под этот закон. И мы говорим не о переименовании, а о возвращении исторического названия. Казанское. Рядом, за углом, дом патриарха Тихона. Храм, в котором служил его отец. И тут рядом улица имени террориста. Программа подходит к концу. Ваш общий взгляд на этот указ президента сохранения, укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Конечно, многие говорят, если бы пораньше, хотя бы лет на 10. Но вот сейчас мы как, вот те акценты сделаны, которые, они верны? Вы знаете, он, этот указ, да, наверное, уже в 90-е годы должно, на законодательном уровне должно было быть произнесено. Ну, сейчас, ну, как говорится, лучше поздно, чем никогда, указ будет работать. И работать будет хорошо. Единственное, еще, вот мы сегодня об этом не говорили, я думаю, что не превратилась бы только часть этого указа в погоню за ведьмами и поиском врагов, как в 37-м году. У нас могут перегнуть палку, не дай-то Бог. Мы не должны запугать население этим указом, что там поиски врагов какие-то, и особенно молодежь. Молодежь должна быть патриотично внутренне настроена, ну, милитаризовывать ее, и сказать, что по настроям ходила, там, с дошкольного возраста, ни в коем случае нельзя. Вот. Нас должны не бояться, а уважать. Спасибо огромное за участие в программе. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях был Вячеслав Михайлович Воробьев, доктор культурологии, профессор Российского государственного университета имени Косыгина. Спасибо. Будьте здоровы. До свидания. Спасибо, Елена Владимировна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова